Смотрите, здесь есть минус один, здесь тоже минус один. Значит, вот такая симметрия в нашей картинке есть. Правильно? И еще есть. Посмотрите вот сюда. Вот такая. Здесь два, здесь один и один. Нет. Как нет? Там один и минус... Один и один? А, да-да, поверху. Вот здесь у нас один, здесь один, здесь два, здесь минус один. Давайте поймем, чему это соответствует геотически. Пожалуй, проще всего увидеть вот здесь. Потому что, собственно говоря, мы знаем, как записывается вот в этом базисе. Квадратичная форма, она же соответствует революбку, потому что она записана в базисе. Вот в базисе, в самом таком естественном, 0,1 и 1,0 квадратичная форма имеет вид х квадрат минус 2у квадрат. И что же означает вот эта симметрия? Да очень просто. Что отсутствует, здесь равен 0, коэффициент при х и квадратичной форме, соответственно, когда мы рисуем плоскость, то если мы делаем симметрию всей плоскости относительно оси абсцисс или относительно оси ординат, то форма переходит в себя, потому что замена знака в х и замена знака в у никак не влияет на эту форму. Хорошо. Я уверен, что других симметрия просто абсццинит. Это очень маленький рисунок по информации. Нет, да это всю информацию, потому что река периодическая, поскольку мы нарисовали полный период, то такого уже не бывает. В виде умножения матриц замена знака при у означает вот это равенство. Замена знака при х, если мы такую матрицу поставим сюда и, соответственно, сюда. Я напоминаю, что если обозначить эту матрицу некоторой буквы, то на самом деле нас интересуют такие матрицы, что трансформированная матрица М умножить А, умножить А, это будет А. Ну, в общем, это немудреное творчество, потому что здесь фактически ничего не происходит вне диагонали, перемножаются их фактически как числа просто отдельно у х, отдельно у у, намного интереснее вот эта симметрия. Давайте, ну, в общем, найдем эту матрицу, матрицу, которая соответствует, смотрите, чему, замене знака, только замене знака в таком хитром базисе. Вот мы, смотрите, когда есть система координат, то что такое вектор 1,1, примерно так. Что такое вектор 2,1, вот так. И, оказывается, если на такие параллелограммы разбить всю плоскость, а потом, скажем, вот эту прямую оставить на месте, а когда мы здесь идем вне этой ситуации, ровно столько же идти вниз, в противоположном направлении, оказывается, что при этом эта форма не изменится. Между прочим, на первый взгляд, это довольно странное явление, потому что, казалось бы, вот, если вы нарисуете множество точек заданных уравнением, х квадрат минус 2у квадрат равняется единице, то вы получите гиперболу. Давайте вспоминать, х квадрат минус 2у квадрат равно единице, это вот примерно такая вот гиперболу, да? У нее очевидна симметрия относительно оси родина, а вот оказывается, есть такая вот еще хитрая симметрия. Более того, вы же понимаете, что если здесь есть, а река периодическая, то таких симметрий бесконечно много. Без хитростная, лучше всего это сделать так. Просто взять, выразить любой вектор в старой базисе через вот этот и посмотреть, какие у нас при этом будут формулы. Есть какие-то координаты и другие координаты вектор 2.1 и вектор 1.1. Вот, мы должны написать в терминах ZD преобразование, которое состоит в том, что меняем знак, ну, например, перед Y. Что для этого бесхитростно, ну, проще всего сделать? Ну, смотрите, у нас есть формула Z, это 2х плюс y. Отлично. Отлично. У нас есть формула T, это X плюс y. Замечательно. И, разумеется, мы можем выразить наоборот X и Y через ZD. И, разумеется, мы можем выразить наоборот X и Y, это Z минус X, то есть 2t минус Z. И теперь вот эти вот величины мы подставляем сюда и смотрим, что же это будет за формула. Поехали. Вместо X я пишу Z минус 0. Значит, получается, 2Z минус 2T, Z минус T. Вместо Y я пишу 2T минус Z. 2T минус Z, 2T минус Z. Замечательно. И что же будет? Здесь будет 3Z минус 4T. А здесь будет 2Z минус 3T. И, господа, если сейчас вдруг окажется, что когда я 3Z минус 4T развожу в квадрат и вычитаю из этого 2Z минус 3T в квадрате, что это будет Z в квадрате минус 2T в квадрате, то я это, да, во время этого учитываю, что я не ношусь. Проверьте, пожалуйста. Раскройте скобки. Здесь будет 9Z в квадрате минус 2 на 4. Минус 4. Да, получилось. Фантастик. 16 минус 2 умножить на 9. Минус 2 тоже получилось. Так, ну и последнее. Здесь дважды трижды четыре. Здесь дважды, дважды, дважды три. То, все, получилось. Получилось. Значит, это, конечно, замечательно, что вот здесь у нас, возможно, такая матрица 1, 0, 0, минус 1. Но, если мы с вами возьмем более хитрую матрицу, а именно вот такую, что это за матрица? 3 минус 4, 2 минус 3. Давайте я сейчас просто вот посчитаю. 3 минус 4, 2 минус 3. А здесь напишем, конечно, не ее, а транспонированную. Это будет 3, 2, 3, 2 минус 4, минус 3. Вот, если там все правильно посчитано, то есть я перемножу эти матрицы, то я должен получить вот такую. Давайте это сделаем. Сначала умножим вот эти. Как умножают? Строка на столбец. Это получается просто-напросто число 3. Строка на столбец. Получается минус 4. Строка на столбец минус 4. И строка на вот этот столбец. Получается 6. Так, отлично. И теперь нужно вот эту матрицу умножить на 3 минус 4, 2 минус 3. Давайте считать. Строка на столбец. 9 минус 8 будет 1. Строка на столбец. Минус 12 плюс 12 будет 0. Строка на столбец. 0. Строка на столбец. 16 минус минус 2. Получилось? Получилось. Вот. Значит, у этой квадратичной формы бесконечно много симметрии. Понятно, да? Если я вот эту матрицу там возведу в квадрат, в куб и так далее, то это все будут, безусловно, матрицы, обладающие таким же свойством. И, что замечает, эти симметрии верны на вот этой картинке. Я обращаю ваше внимание, что для этой формы у нас в этом месте, собственно, в принципе, даже вычисления не так уж трудно провести, потому что, ну, здесь, что-то недалеко от выбежали от начала, поэтому, да, и мне все понятно. Но вычисления проводятся, давайте я не буду это сейчас делать, потому что, по сути, ровно то же самое, только с другими числами.